Это классическая история, а люди премия стал Антиох-Эпифан. Если Он захватил меня, я буду служить Ему. Это как Иов говорил, когда он был под давлением. Я все равно буду служить Тебе, Господи. И мы наш якорь доверия полагаем только в Господа. Он Господь, и Он Тот, к Которому нет ни тени, ни перемен. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Мы как бы поставляем, ставим себя перед Его лицом, принимаем сердце Христа, хотим быть такими, как Его сердце. Позволяем Богу делать то, что Он хочет делать в нас. И чтобы Он поменял наше видение на свое видение. Когда вы видите таким образом, как Бог смотрит на вещи, тогда у вас есть это место, откуда вы можете вести свои битвы. Вы не можете вести битвы, если у вас ваше видение на обстоятельства и ситуации. Очень важно иметь вот это место, где вы можете иметь Божье видение и Божьи битвы вести. И мы говорим об уроках, которые в Адаламской пещере мы приобретаем. И первый урок, который Давид выучил в Адаламской пещере, он научился состраданию. Отдавать то, что необходимо, раздавать, отдавать. Помните, пророк спросил у одинокой вдовы, что у тебя есть? А она ответила, он только маленький кувшинчик масла, все, что у меня есть. То есть, другими словами, ничего у меня больше нет. Если у вас ничего нет, вот это ничего и отдавайте. Иногда вы находитесь в таком состоянии, вы чувствуете, что отдаете всего себя прям из глубины своего нутра естества. Другими словами, ничего другого нету, но я вот даю вот все, что могу. Всего себя, кем я являюсь. Однажды. Я был в нескольких таких Адаламских пещерах в своей жизни, но вот однажды. У меня был бизнес, и я был христианин, наполненный Духом Святым. И я хотел делать все правильно. Я нанял христианских помощников. И чтобы длинную историю сделать короткой, он заполнял мои бумаги по налогам. Но он мне давал неправильную информацию. И когда налоговая пришла, штраф, который мне надо было заплатить не 10 тысяч как налогу, а до 100 тысяч это шел. И когда я получил это в письме, я получил официальную бумагу от правительства США, получил бумагу, что я должник на 100 тысяч. И я начал смеяться. Так сильно. И было пару таких религиозных верующих со мной, которые были и видели, что произошло. И они говорят, что ж ты смеешься-то? И я говорю, потому что я ничего сделать не могу. И я хочу увидеть, что же Бог собирается делать в этой ситуации. И они такие, серьезно? Он говорит, да, серьезно, потому что я на самом деле ничего в этой ситуации сделать не могу. Это огромное количество денег. И на следующей неделе правительство забрали мои чеки с работы и дали мне сотню. Забрали все. Вот все, что заработал за неделю, все забрали, оставили мне 100 долларов. Мои все расходы были 60 долларов. Так я дал вот все, что должен был заплатить. И десятины, и все, 60 отдал, 40 у меня осталось. А я все им еще должен 100 тысяч, и оно же все прибавляется каждый день с процентами. Они же хотят с тебя больше. И вот у меня... Итак, 40 долларов жена и ребенок. И счета по дому, по электричеству. А внутри себя я все смеюсь. Один год. Каждую неделю. Бог давал мне деньги. Люди приходили и находили меня. Люди с бизнеса. И они давали мне деньги. И они говорили, где ты был? Мне надо вот работу сделать, чтобы ты сделал. И давай я тебе наличкой рассчитаюсь. Вот возьми наличку. Вот много. Заранее плачу. За этот год. В этом году я уже живу так хорошо. Тот год жил так хорошо. И в конце года. Они снова пришла налоговая. И они сказали, Мистер Лемли, вы видите вот это все здесь? Но это все закончилось. Это все закончилось. Это все закончилось. Прощено, закончено, забыли. И они восстановили все, что там должно быть. Я думал, что Женец Пронсерден. Когда они явились, я подумал, они мне что-нибудь еще скажут. Я никогда не лгал им. Я просто готов был сказать, что вы от меня еще хотите. В тюрьму меня посадить, пожалуйста. Нет, никакой тюрьмы. Нет долгов. Бог сделал. И года спустя я размышлял об этом. Я подумал, а что если бы я смотрел на это своими естественными глазами? Сто тысяч. Все, я подкрой. Что если бы я не посмотрел на Бога? И не доверился Ему обеспечению, тому, кем Он является, что Он мне поможет? Если бы я на Него не доверился. Я был бы в банкротстве. Для меня бы все закончилось, если бы я со своей колокольной смотрел. Я был бы очень горьким человеком. Но я благодарен Богу за то, что я смеялся и смеялся. Это не то, что я буду делать, это то, что Бог будет делать. Потому что я осознавал, что это не я буду разруливать ситуацию, а только Бог может это изменить. И Он подтвердил самого себя. Он доказал, кто Он есть. И не всегда это так легко, как у меня было. Это был самый легкий Адаламская пещера. Но потом я шесть лет в Индии пробыл топча, просто бесовый дьявол каждый день. Каждый день приводили бесноватых к моим дверям. И ты должен был изгонять пещеру. Слепых надо было просыпать, чтобы они видели молиться. Глухих надо было молиться, чтобы они слышали. И в конце опять Адаламская пещера. Мое сердце стало биться чересчур быстро. Я упал с крыши, сломал руку, почти оторвал. Моя нога не чувствовала с седальщиного нерва, ничего. И просто сплошное давление. И стало очень темно вокруг. И однажды я просто находясь в таком состоянии, вдруг понял, что вот как выглядит депрессия. И это выглядит так, как будто люди смотрят на тебя, ты смотришь на людей, но на самом деле ты где-то глубоко внутри себя, в темном месте. И люди смотрят на тебя и говорят, ну ты воскрешал же мертвых, у тебя слепые прозревали. Ну а с собой, что ты собираешься делать? Как же Бог сработает с твоим сердцем, с твоей рукой? Как Он будет исцелять твою ногу? Помните, друзья Иова приходили. И еще, как дела, брат? Как ты себя чувствуешь? Что не очень хорошо? У меня все еще как бы была радость. Но на самом деле я находился в этом месте тьмы. Но я пытался продолжать идти дальше, двигаться вперед. Идти к людям, которые сами нуждались в комнате. Я был в церкви, где пастырь покинул свое место из-за того, что было в больших проблемах. И все богатые люди, обеспеченные люди из церкви сбежали. И осталось чуть ток людей. И все они бедные были. Люди, которые к психиатру каждую неделю ходят. Лечить свой разум. В Германии. Это там, где я был и где есть сейчас. И я стал их пастырем. Вот как я выглядел, когда я только начал быть их пастырем. Рука на подвязке была и хромая нога. Но у меня было к ним сострадание. И несмотря ни на что, я просто продолжал двигаться вперед. Я сам был в самом плохом пути в своем месте в жизни. И это вот там Давид был. Вот в том ужасном месте. Он знал, что он воин. Он знал, что он победитель. И он знал, что он будущий царь. И вот он на дне колодца в этой пещере Водоламской. Я помню, девушка позвонила в церковь. И она собиралась аборт сделать. Моя рука практически оторвана. Нога хромает, не работает. Сердце разрывается, потому что оно увеличено. И я дышать даже не мог. И они сказали, эта девушка собирается завтра сделать аборт, если кто-то к ней не приедет. И я сказал, я еду. И я приехал к ней. Я посмотрел. И это десятиэтажное здание. И я подумал, десятиэтажка, точно лифт должен быть? Никакого лифта. Она живет на самом высоком этаже. Я упал дважды, пока поднимался. И моя рука так болела. И я просто продолжал идти, потому что ради этого ребенка, чтобы она не сделала аборт. И мы помолились за нее. Она сохранила ребенка. И сейчас ребенку десять лет. И через пять лет она прислала фотографию. У меня не было ни сил, ни чувствовала, что мне нужно это идти. Но было только сострадание. А потом пришло исцеление. Вы работаете и служите вопреки своей боли. Несмотря на то, что вам плохо. Слава Господу. И тут вот мы видим, что Давид. Он что? Он стал предводителем этих людей. Он принял вот этих всех четыреста человек. И не потому, что он нуждался в них. Они нуждались в нем. Аллелуя. Должна быть цель. Страсть. И постоянство в продвижении к этой цели. И только потом приходит позиция. И это формула для успеха. Вы находите нужду, и вы восполняете эту нужду. Аллелуя. Поэтому Давид работал с теми, кого Бог послал ему. Вы любите тех, кто вам дан. Вы не избегаете, не отвергаете тех, кого Бог послал вам на пути. Вы просто начинаете работать, служить. Иногда люди хотят позицию, положение, статус, но не хотят цели. То есть, для чего это? Причины не хотят. Они всегда ищут позиции самого положения, не понимая причины, для чего. Им важно только находиться на этом месте. Однажды у меня был сын духовный. Он поехал на конференцию. И кто-то пророчествовал над ним. Что ты пророк. Он вернулся. Я попросил его кого-то подвезти с аэропорта. Он сказал, не могу. Я пророк уже. И он у него проблемы. Я в позиции, я в положении. И сегодня у него проблемы. Так же такое случилось с доктором Коттл. И сейчас этот человек, когда-то известный, даже не служит Господу. Люди ищут короткий путь, чтобы попасть на какую-то должность. Но так с Богом не работает. Должна быть цель, для чего тебе там быть. Должна быть страсть. Потом ты достигаешь этого. И потом рождается эта позиция, этот статус, это положение. И вот Давид начал служить, работать с этими 400 людьми. И они стали величайшей армией, которую когда-либо Израиль имел. А за семь с половиной лет они превратились в 300 с лишним тысяч армию. Не членов семьи, не друзьями, а воинами настоящей сильной армии. И они были мощными, могущественными людьми. You can read in there David's mighty men. Some of them could slay 700 people. Помните, как их называли, великие воины Давида, да? Или как, что некоторые из них даже до 7 тысяч каждый мог уничтожить. И многие из его воинов были левши, и они и там были одарены. И очень многие именно талантливыми воителями были. То есть, первый урок, что он развил это сострадание в Адаламской пещере, когда принял вот тех, которых все отвергли. И из этого сострадания вышел следующий урок, который он выучил. Была смелость. Remember, he said to Joshua, be strong and be courageous. So, the second one is courage. Мужество. Выросло мужество. Урок мужества. There were a people in a place called Kaliah. Kaliah. Okay, I'll give you the scripture. И были люди из места. Сейчас мы попытаемся найти. 1 Samuel 23, verse 1 through 5. 1 Царств 23 глава. С 1 по 5 стих. Был город, место такое Кеиль. И нам нет возможности полностью карту его передвижения рисовать. Вот были люди в Кеиле. И они, every time they made their crops, and they harvest their crops. Что они делали постоянно, это урожай собирали. Ну, то есть, сеяли, жали, сеяли, жали. И они раскладывали, как у нас это гумно называется. Да, они раскладывали этот урожай, чтобы он подсыхал, и приводили его в порядок. И мы читаем, что филистинляне нападали, атаковали, и расхищали этот урожай. Давид видел, что происходит, и он вопросил Бога, что мне делать. И его народ был против него. Когда вот 3 стих говорит, бывшие с ним сказали ему, мы боимся. Народ был против него. И они говорили, что если мы атакуем, то нас в ответ атакуют с двух сторон, и нас точно всех убьют. И Бог дает ответ Давиду, иди, я освобожу их через тебя. И вот народ его, его армия против. А Бог говорит, иди. Народ его армии отвечает, да, оно не стоит того. Нет смысла туда идти. И вы можете прочитать 1 Царств, 23 главу, с 9 по 19 стих, дальше. Но Давид призывал и вопрошал только Господа, и Господь говорит, иди, я освобожу их через твои руки. И как лидер, вот где вам необходимо мужество. Будут времена, когда вам как лидером будет дано видеть то, что не все будут видеть. И вас будут давить и нажимать со всех сторон. И будут говорить, слушайте, мы так не видим, мы так не видим. Но вот это родит мужество в вас. Если вы на самом деле будете простираться вперед, если вы уверены, что услышали от Господа. Даже когда я переехал в Германию, начал служить там, мои лидеры продолжали спрашивать, зачем тебе это надо? И если бы они поехали туда, они бы увидели бедных людей, которые ходят к психиатрам, у которых проблемы в голове. И можно сказать, что, слушай, кучка сумасшедших, зачем тебе это надо? Многие из них говорили бы просто так, пастырь, брось, брось и домой, поехали домой, пастырь. Но тут Бог исцелил меня, вот в том состоянии, в котором я был. И показал мне великое мужество. Потому что, когда все разрушено, когда все на дне, Бог провел меня через это. Мне доктора ставили диагноз, тебе осталось жить три месяца. Тебе осталось три месяца. Тебе надо пойти могилку купить, место забронировать, и готовиться к похоронам. И я вышел из больницы, выписался под свою подписку, сел в самолет и улетел в Германию в таком состоянии. И Бог исцелил меня так. И это было годы назад. Это на сегодняшний день семь лет прошло. Они сказали, что три месяца, я умру. А сейчас они говорят, что у вас очень крепкое сердце. Я вот только прошел тесты. Они говорят, что у вас сердце как атлета. Очень сильное. Что я пытаюсь вам сказать? Когда все кажется разваленным и на дне, я знаю, за кого я сражаюсь, я знаю моего Господа. Я бы не прошел это без него. Я не могу кому-то сказать, я не знаю, как ты себя чувствуешь. Но велик наш Господь, Он может провести и сделать невозможное. Теперь я могу ободрить кого-то. Я могу увидеть людей, которые в Адаламской пещере, и ободрить. Потому что в этом месте я был, и я научился своего Бога. Я увидел своего Бога. И здесь, в этой пещере, Давид, он научился слышать Бога, и научился доверять Ему. Аллелуя. Аминь. И вот тут он слышит, идти и спасать еще один город от филистимлян. Еще один город, про который говорят, да, они не стоят того, там простые люди. Еще чуток тех, кто никому не нужен. Аллелуя. Третий урок из Адаламской пещеры. Характер. 1 Samuel 24. 1 Царство 24 глава. Verse 1-12. And 1 Samuel 26. 7-11. И 1 Царство 24 глава. 1-12. 1 Царство 24 глава, с 1-12. И 1 Царство 26 глава, с 1-7 стих. И здесь мы видим Давида в пещерах, с 1-7 стих. И здесь мы видим Давида в пещерах Эйн-Геди. И он опять прячется там. И с ним 600 человек. И Саул там пытается к ним. И было множество причин, ученые там разбирают, по каким причинам Саул там тоже был в пещере. Многие говорят, что он просто отдыхал там. Он был без армии. И в одиночестве решил побыть, освободить свой желудок, опустошить. Поотдыхать там. И тут это выглядит так, что вот Давиду говорят, вот Саул, тот, который пытается тебя найти, убить. И вообще это выглядит очень коротким путем. Не от Саула, путь к царству открыт. И его люди говорят, слушай, вот он, вот он, один там ходит без армии, мы можем его убить. И это выглядит, как самый легкий путь на Сион. Для царствования. И помним, что Давид не от Саула. Давид отрезал часть одежды Саула. И это выглядело так, как будто Давид вставил ему нож в сердце. Потому что он отрезал не просто часть чьей-то одежды, а самого царя, его одеяние. Он чувствовал себя раненым, он чувствовал себя wounded, и вот что ему вред причинили. И он говорит, я не подниму руки своей на помазанника Божьего. И мы можем прочесть это в 6-7 стихе 24 главы. Но после сего боль настало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула. Сказал он людям своим, да не поступит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на него, ибо он помазанник Господень. Много раз Давид имел возможность иметь этот короткий путь, чтобы царствовать. Он даже говорил своим генералам, своим воинам, что вот, могу убить. Будут времена, когда у вас будет решение, так сказать, в вашей руке, что трон может быть вашим. И вам надо будет решить, берете вы его вот таким образом или нет. Один человек однажды сделал очень много против меня. Брат во Христе, брат, которого я любил, брат, который был близок. Брат, для которого я столько много сделал. И он отвернулся от меня. И я был очень зол. И опять же, в этой ситуации мой епископ сказал, ну вот, как раз тот момент, где можно оценить, как ты себя поведешь. И я проснулся однажды утром. Я проснулся утром ото сна, а мои кулаки были уже готовы. И где-то неделю вот такого происходило, и я спрашиваю Господь, что происходит? И Бог говорит, у тебя вот копье готово, ты готов бросить его. И оно будет брошено в тебя же. И в тебя брошено копье, и ты должен решить, бросишь ли ты его в ответ. Или положишь его. Видите, Бог, He lay them down. Love your enemy. Бог говорит, положи копье, возлюби врага, не отвечай. И я выбрал так поступить. И я получил свободу. Потому что я выбрал не отвечать. Это освободило мой разум, это вернуло мне мою радость. От меня отошла злость. Ты можешь при мне назвать имя этого брата, и меня это больше не касается. Но до этого, когда только произносили его имя, у меня сжимались кулаки. Но надо положить это копье. И тогда вы получите свободу. Поэтому у вас у всех будут обстоятельства, когда вы пойдете коротким путем или Божьим путем. Он не ведет нас решать, что он не ведет нас. Делать дела вне его характера. Не такими путями, как его характер есть. Он не учит нас таким путям. Если вы возьмете эту Божью волю, чтобы взрастить в себе Божий характер. Если вы не возьмете Божий характер и не будете делать так, как он учит, то все просто развалится. Все будет бестолку. Божий характер должен судить все, что мы делаем. Он никогда не будет вести нас такими путями, где мы бы проявляли не его характер. Если вы не можете сделать что-то ясно, четко, через Божий характер, через Божьи принципы, тогда отойдите и не делайте этого вообще. Саул умер, когда Давид был в Адаламской пещере. И если мы выучим уроки в нашей Адаламской пещере, научимся характеру, научимся мужеству, состраданию. Пока вы там, Бог убьет ваших врагов. Если мы будем концентрироваться на наших врагах, пока мы находимся в наших Адаламских пещерах, мы в них просидим больше времени, чем должны. И помним, и не забываем, что Адаламская пещера – это место, где мы обучаемся и уходим оттуда, а не остаемся там жить. Боже, научи меня, чтобы я мог двигаться дальше и выйти из этого места. Аминь. Это очень важно. Аминь. Аллелуя. That's it for tonight. Сегодня мы закончили. Аминь. God bless you. Благословения вам. Аминь. 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 Аминь.